Пресс-конференция о необходимости введения расчетно-кассовых аппаратов. К чему это все приведет для малого бизнеса? Об этом в подробностях Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей в Харькове. Добрый день. Я уточню о необходимости не введения кассовых аппаратов. Вчера у нас составилась рабочая встреча с предпринимателями, в результате которой мы попытались выяснить несколько вопросов в самом главном. Первый – это осведомленность предпринимателей о норме, которая вступает в действие с 1 июля. Второй – о настроении самих предпринимателей и готовности их соблюдать эту норму, то есть поставить кассовую аппарату. И третий момент – это настроение самих предпринимателей в отношении этой нормы. Как и предполагалось, выяснилось несколько проблем. Первое – приблизительно больше половины предпринимателей даже не в курсе о том, что с 1 июля многие из них должны поставить кассовый аппарат. Это касается предпринимателей третьей группы на едином налоге, кто получает расчеты от покупателей в наличной форме. Вторая проблема – на самом деле бизнес абсолютно ни морально, ни материально не готов к покупке кассовых аппаратов. Связано это с тем, что мы сейчас находимся в далеко не лучшие времена. У нас экономические кризисы, связанные с проблемами Украины. Продажи у бизнеса падают, покупательская способность у жителей упала, поэтому дополнительные расходы они просто не потянут. И морально не готовы встречаться чаще с налоговиками, несмотря на мораторий, потому что все равно они попадают под истальное внимание со стороны рискальной службы, должны ввести дополнительный учет. Напомню, что по кассовым аппаратам у нас еще, кроме электронного учета, остался детский бумажный, непонятно зачем. И возможность уплаты штрафов в случае нарушения, причем штрафов за те нарушения, которые не приводят к занижению налоговых обязательств. К сожалению, у нас так сложилось, что мы одна из немногих стран, где такие штрафы существуют. Следующий момент. Скажу четко о том, что и государство само не готово к введению кассовых аппаратов. Это видно хотя бы потому, что с 28 декабря, когда была принята упоминаемая норма, я не увидел нигде массовой кампании со стороны государства, разъясняющей в ходе необходимости покупки и установки кассовых аппаратов, не объясняющей, каким образом бизнес облегчит свой нелегкий труд. То есть, насколько упростится учет, что это на самом деле действительно контроль за продавцами, но об этом никто не позаботился. То есть, у нас никакой пиар-компании в отношении установки кассовых аппаратов не было. Кроме этого, я напомню, что культуры пользования кассовых аппаратов в Украине не существует. У нас бизнес всю жизнь загонялся в тень, поэтому установка кассовых аппаратов, а это значит дополнительный контроль со стороны государства, хозяйственной деятельности, воспринимается бизнесом крайне негативно. Исходя из этих двух моментов, мы можем сказать, что обе стороны на сегодняшний день не готовы к введению кассовых аппаратов. Ни государства в лице Кабминной налоговой службы, ни в лице предпринимателей. Более того, остановлюсь на фискальной службе, мы тоже собирали информацию по поводу возможности регистрации самих кассовых аппаратов. Так вот, фискальная служба тоже не готова на сегодняшний день принять такой вал заявлений, потому что у них элементарно людей для этого мало, и они не готовы ввести дополнительный электронный реестр по кассовым аппаратам. Какие еще вопросы мы выяснили? Ну, во-первых, мы специально вчера пригласили представителя компании, которая занимается таковыми кассовыми аппаратами, для того, чтобы люди узнали, сколько они стоят. То есть минимальная стоимость кассового аппарата – 260 долларов на сегодняшний день. Ну, это кассовый аппарат, который не предполагает, например, скана штрих-кодов, который необходим, если у вас много товаров элементарно, и набивать код по каждому товару просто проблематично. Также мы рассмотрели возможности, вернее, не возможности, а проблемы, связанные со штрафами, порядок установки кассовых аппаратов, где они могут быть установлены. Например, если вы зарегистрированы по домашнему адресу, то вы не можете на него зарегистрировать кассовый аппарат. Просто элементарно закон РРО старый этого не позволяет сделать. Это значит, что предприниматели должны будут думать, каким образом заключить, возможно, фиктивные договора на юридические адресы. То есть, таким образом, бизнес постепенно пытается тоже каким-то образом выдавить детей. Кроме этого, сам закон о введении кассовых аппаратов, он имеет в себе коррупционную составляющую, то есть, позволяющую контролирующим органам пользоваться своим служебным положением для того, чтобы иметь незаконную выгоду в виде, например, крышевания. Тех, кто не установит кассовый аппарат. На сегодняшний день, в связи со всеми этими проблемами, да, я вот хочу передать слово Оксане Васильевой, а потом я закончу. По поводу проблем, связанных именно с бухгалтерией и учетом, она, как эксперт в этом вопросе, остановится кратко со всеми этих вопросов. Всем добрый день. Мы вчера, Александр Валерьевич, сказал о том, что у нас приходил специалист по кассовым аппаратам, и те, которые торгуют непосредственно кассовым аппаратом. Так вот, первые, которые будут затратные частью частного предпринимателя, это покупка кассового аппарата. Минимальная стоимость кассового аппарата 6-100. Помимо того, что этот кассовый аппарат должен быть, у вас должна быть связь с интернетом, потому что каждый пробитый чек, он сразу идет в налоговую, как отчет. Помимо каждого пробитого чека, который поступает в налоговую, у вас есть суточные отчеты. Частный предприниматель также попадает под понятие кассовой дисциплины. Если раньше частный предприниматель, у него не было лимита кассы, то сейчас необходимо будет устанавливать и лимит кассы, и каким-то образом наличные суммы, которые будут идти через инкассацию кассовых аппаратов, поступать должны будут на расчетный счет. Что чайный предприниматель еще попадает в какие проблемы? Проблема идет у нас по обучению персонала. То есть, если даже персонал у вас научится пробивать и работать с кассовым аппаратом, персонал должен будет научиться отработать логаритмы, то, как правильно пробить чек, как правильно доздачу, как правильно говорить с покупателем. Потому что все неправильные действия в этом логаритме ведут к штрафу. Какие еще проблемы дальше? Проблемы у нас идут, что частный предприниматель ежемесячно должен будет платить за обслуживание кассового аппарата. Сумма, которую мы вчера назвали, это программное обеспечение, которое вводит в эксплуатацию этого кассового аппарата, начиная от 350 гривен, в зависимости от того, какая у вас номенклатура товара. Это разовое или ежемесячное? Это разовое. Ежемесячное обслуживание, начиная от 180 до 300 гривен. Это обслуживание самого кассового аппарата. И плюс обучение персонала, начиная от 150 гривен до 400 гривен, в зависимости от того, какая у вас номенклатура товара. Это все затраты, которые должен сейчас понести частным предпринимателям. Помимо этого, у вас частного предпринимателя будут штрафы, потому что если ваш персонал ошибется, где-то неправильно ведет чек, даже в одной цифре, это должны будут дополнительно идти объяснительные записки, вы дополнительно еще налоговые будете доказывать о том, что это у вас не выручка, а это у вас просто неправильно пробитый чек. Это что касается вот таких вот рабочих моментов. Плюс какая еще проблема? Весь товар, который приходит у частного предпринимателя на торговую точку, он должен быть обязательно запрограммирован в кассовый аппарат каждый приход. То есть это дополнительно. Вчера у нас был метрополитен, киоски метрополитена, которые сказали о том, что у нас есть проблема, у нас на переходах станции метрополитена нет интернета, нет связи, ни мобильной, ни интернет. Таким образом мы будем работать. Мы будем с кассовым аппаратом выходить наверх, пробивать человеку чек, приходить вниз. Еще была вчера озвучена проблема о том, что в областях частные предприниматели вообще не знают о том, что с 1 июля вставится кассовый аппарат. То есть проблем много. Что касается по регистрации кассовых аппаратов. В законе об ОРО там сказано о том, что когда идет регистрация кассового аппарата на хозяйственную точку, то вы должны предоставлять договор аренды этой точки. Раньше есть и на сегодняшний день есть практика регистрации кассовых аппаратов по торговым точкам. То есть по торговому точке все понятно. Да, есть магазин, есть договор аренды. Все замечательно, все хорошо. Что делать частным предпринимателям, которым на третьей группе, которые предоставляют услуги? Он фактично зарегистрирован по домашнему адресу частным предпринимателям. Он предоставляет услугу. Какая у него хозяйственная будет точка по предоставлению услуги? Этот вопрос остается открытый. Я думаю, что он будет недолго открытый. Естественно, скажут, что давайте нам договор аренды, и у нас заполнение обойдет теперь в офисных помещениях. По отчетам. У нас отчеты, Александр Валерьевич уже произнес, у нас есть они и в электронной форме, у нас есть еще и обязательно в бумажной форме. Частному предпринимателю дополнительно еще не попадают затраты по поводу найма бухгалтера. То есть бухгалтерские услуги будут обязательно у этого частного предпринимателя. Почему? Потому что еще у нас идет, что весь товар, который проходит через кассовый аппарат, у нас, естественно, должно быть по документарным подтверждениям. Хотя частный предприниматель у нас не попадает под закон о бухгалтерском учете. Мы думаем, что этот пробел тоже не будет долгим. Его тоже заполнят. Частного предпринимателя обяжут ввести первичную документацию, если у нас будет привязка к кассовому аппарату. Ну, в принципе, вот такие будут проблемы со стороны бухгалтерии. Другими словами, как выглядит ситуация с первичным учетом? На самом деле у нас предприниматели покупают товар оптом на рынках, мы это знаем. Это 7-й километр, это Барабашова, это другие крупные рынки, которые существуют в Украине. Но мы прекрасно понимаем, что на эти рынки товары, как правило, попадают через таможню не совсем легально. И получается, что предприниматели, которые обязаны будут поставить кассовые аппараты, они стоят как раз на грани борьбы с контрабандой. Именно они будут крайними в вопросах ввоза нелегального товара. Встает вопрос, почему у нас граница проходит на рынках, а не на таможню, там, где она должна физически быть. То есть вместо того, чтобы закрыть дыры в границе при ввозе товаров, государство перекладывает обязанность контроля фактически и наказание на предпринимателей, которые будут в розницу продавать этот товар. То есть они фактически появляются, будут крайними в данных проблемах. Итак, что же делать? Что же делать и как отстоять свои интересы в рамках возникшей проблемы? В начале мая ассоциации Винницы, Чернигово, Черкаса, Харькова впервые скорнировали свои действия и пришли к выводу, что необходимо провести совместную двукосекомпанию по отсрочке либо не введению кассовых аппаратов с 1 июля, поскольку мы поняли, что это невозможно с двух сторон. Как государство не готово, так и бизнес. Это первое. На сегодняшний день к нам подключилась Адесса. Буквально вчера они провели такую же рабочую встречу, приняли такое же решение. На сегодняшний день существует план облукосекомпании, который предполагает несколько этапов ее проведения. Первое – это коммуникация с органами власти и со стейкхолдерами для определения первичных позиций. Мы уже видим, что бизнес не готов, а органы власти будут вынуждены выполнять закон и придут к бизнесу и будут его заставлять ставить кассовые аппараты. Поэтому первое, что необходимо сделать, мы проведем коммуникации в декорных столах с представителями налоговой, областной государственной администрации, другими органами, отвечающие за этот вопрос, для того, чтобы разъяснить проблему, которая появилась у предпринимателей. Второе – это коммуникация со стейкхолдерами и массовое разъяснение проблем. Чтобы бизнес понимал, с чем он столкнется, мы проведем мероприятия, которые позволят разъяснить эту проблему. Как вариант мероприятий? Это, например, автопробеги по районным центрам, по тому же Харькову, где у нас массовое скопление мафов, где есть предприниматели, которые потенциально под это попадают. Раздача листовок, публикации в СМИ, пресс-конференции, круглые столы, участие в телевизионных передачах и другие разъяснительные мероприятия. Далее. Естественно, мы предполагаем возможные публичные акции для того, чтобы поднять эту проблему более широко и показать власти, что это коснется ни одного, ни другого человека, а на самом деле много предпринимателей попадает под эту проблему. По нашей оценке, в Харьковской области на 1 июля потенциально могут попасть 23 тысячи предпринимателей, это те, кто ведет на третьей группе свою деятельность. И с 1 июля 2016 года, а именно тогда вторая группа вводит, приблизительно 43 тысячи предпринимателей потенциально могут попасть под эту норму. Причем, если 1 июля, это можно сказать, это уже состоявшийся факт, потому что времени мало, то 1 июля это совсем близко тоже. Учитывая наш менталитет, мы сейчас полгода опять поддыхаем, об этом забудем, а потом в декабре озаботимся данной проблемой. Поэтому решать ее нужно сейчас. Следующие мероприятия связаны с коммуникациями с теми, у кого во власти находится возможность решить эту проблему. Это депутаты народные, в частности, в каждой области будет проведена встреча с народными депутатами той области, которую представляет Верховная Рада. У нас таких, мы знаем, как минимум 10 от разных партий. Кроме этого, мы проведем отдельно встречи с представителями политической партии, для того, чтобы определить те позиции, на которых мы стоим. И, конечно же, мы будем просить их поддержать наше начинание, тем более, что впереди у нас выборы, и это позволит потом народным избранникам говорить о том, что они помогли бизнесу. Мы об этом говорим прямо. Далее. Это работа непосредственно с комитетом Верховной Рады, который занимается разработкой законопроекта. Комитет по налоговой политике, по налоговой и дорожной политике. На сегодняшний день у меня уже есть контакт с народным депутатом Андреем Жужжилием, который уходит в этот комитет. И у нас есть предварительная договоренность, что в конце мая он приедет в Харьков, и мы пообещали повозить его по району в Харьковскую область, для того, чтобы он мог лично пообщаться с предпринимателями, которые попадают под эту норму. Потому что в Киеве свято верят в то, что выполнить эту норму нормально. И они почему-то уравняли предпринимателей Киева и какого-нибудь там маленького города, типа Силу Столеповка или Ковшаровка, где заплатить даже 260 долларов за минимальный кассовый аппарат самодешево, это в принципе невозможно. Далее. Мы, конечно же, подключим возможности. Да, с 14 мая мы начинаем сбор подписей за поддержку законопроекта 17.18. Это законопроект, внесенный Оксаной Проднен, который предполагает отмену обязательной нормы применения кассовых аппаратов с 1 июля. Кроме этого, ей уже разработан интересный законопроект 10.88, который в принципе решает многие проблемы, которые мы сказали. Это в рамках закона об РРО, об установке кассовых аппаратов по домашнему адресу, о штрафах, о введении учетности и так далее. В Фейсбуке создана группа, но она не создана, она фактически существовала с 2013 года. Для координации кампании в национальном масштабе называется она «За дело против РРО». Эта группа была создана в 2013 году, и нам удалось на две месяца 2013 года остановить введение кассовых аппаратов с 1 января 2014 года. Это еще, напомню, было при злочинной власти. Но даже тогда нам удалось отсрочить этот процесс. На сегодняшний день создан координационный центр по проведению кампании в Харьковой области. В нее вошли, это я как куратор адвокационной кампании, Сергей Бабенышев отвечает за пиар, Олег Полищенко, Олег Харченко, ответственный за коммуникации с бизнесом, Олег Симко отвечает за коммуникации с продавцами кассовых аппаратов. Кстати, мы с ними будем сотрудничать, потому что, например, они заинтересованные лица, мы прекрасно понимаем, но тем не менее, у них есть очень интересное предложение по поводу решения проблемы со штрафами и с учетностью. То есть они сами предлагают эти изменения. Александр Количи, юрист проекта, Инна Панова, ответственная за проведение мероприятий, массовых, не массовых, вернее, круглые столы конференции, Оксана Васильевна, консультант проекта. У нас есть вакантные должности в координационном совете, например, на сегодняшний день вакантная должность, ответственная за проведение массовых мероприятий. Если есть человек, который готов координировать эти мероприятия, то мы готовы его подключить в координационный центр. Кроме этого, мы призываем все общественные организации, которые работают с малым и средним бизнесом, подключаться к данной компании. Наши контакты можно найти в фейсбуке, на сайте, по телефону позвонить, для того, чтобы скоординировать наши усилия. И очень важный месседж, который я всегда говорю, мы не выступаем категорически против кассовых аппаратов. Мы хотим, чтобы этот процесс произошел безболезненно, постепенно, чтобы он был принят самими частными предпринимателями. Очень важно, чтобы это было сделано в своде частного, то есть тогда, когда бизнес может себе позволить купить кассовые аппараты, установить их и вести учет. И параллельно, естественно, мы требуем от государства наконец-то заняться информированием налоговой системы. Потому что без нее, к сожалению, даже введение кассовых аппаратов экономике не поможет. Как бы у меня все, мы готовы ответить на ваши вопросы. Есть, коллеги, есть вопросы? Да, есть вопрос. Срешу информацию о том, что государство, наш правительство ведет переговоры с одним из, если шибаристов, департаментов экономики США о предоставлении франции на току кассовых аппаратов. Потому что все полтора миллиона, здесь сколько это долларов. И, соответственно, количество кассовых аппаратов гораздо превышает количество предпринимателей в Украине. Да, на самом деле сумма, которая необходима, вернее, которую предлагают, это миллион двести шестьдесят тысяч долларов. Но если посчитать себестоимость двести шестьдесят долларов, а я думаю, если мы придем к производителям кассовых аппаратов и скажем, что мы у вас сразу миллион покупаем и сразу проплачиваем, то сумма будет еще меньше. Получается, что собираются закупить где-то четыре миллиона восемьсот тысяч кассовых аппаратов. У нас частных предпринимателей, если я не ошибаюсь, зарегистрировано около четырех миллионов. Причем по оценкам, разным оценкам специалистов, норма закона, которая вводится, заставит поставить кассовые аппараты где-то около пятьдеста тысяч предпринимателей. У меня возникает вопрос, четыре миллиона остальных для чего закупается? Или это опять хорошая кормушка для того, чтобы для кого-то раздеребать деньги? Да, там делают замечание, что это же частный предприниматель на точку может поставить два-три аппарата, но я согласен, но не четыре миллиона. Давайте быть, как говорится, реально считать арифметику. Конечно же, тот факт, что предоставление кассовых аппаратов рассматривается бесплатно для предпринимателей, мы поддерживаем это однозначно. Но опять же, вопрос, должно быть все прозрачно. Да, мы выступаем за то, чтобы кассовые аппараты, в первую очередь, покупались у нашего производителя. А так и у их на сегодняшний день, вчера сказали, по-моему, пять производителей в Украине уже есть, которые производят кассовые аппараты здесь, в Украине. Это, во-первых, работа местному бизнесу, это деньги, которые пойдут в экономику, они не будут вывезены 100%, это развитие этого направления, естественно, это мы поддерживаем. Но извините, когда предполагается сразу закупить 4 миллиона, непонятно для чего, но это как бы очень сильно сомнительно опираться. С другой стороны, понимаете, не хочется ударить в лицо перед донорами, которые готовы помочь финансово, чтобы потом не судачили о том, что эти деньги были действительно разворованы. Но в следующий раз просто денег не дадут. Хотя Украина в деньгах нуждается. И гранты, в чем прелесть грантов? Это деньги, которые не возвращаются. Деньги, которые поступают в экономику. И наполняют экономику кровью, потому что деньги – это кровь экономики. Поэтому все грантовые технические поступления не должны поддерживаться однозначно. Можно сразу уточнить отечественного производства? Насколько они сертифицированы и подходят для тех целей, которые собираются реализовать? И от цена, от чего начинается? От чего отталкивается? Вчера одна производитель, точнее сервисная служба, рассказала о том, что есть линейка кассовых аппаратов в наших производителей. Она сертифицирована. Она попадает в госреестру только по кассовым аппаратам. Самый дешевый кассовый аппарат, тот, который вы вчера нам показывали, это маленький, мини-портативный кассовый аппарат, который идет с функцией. И интернет, там, модемчик уже встроенный, да, он печатает ленту вторую вот эту. Но его надо подсоединять к аквалайзеру, если у вас есть расчет пластиковыми карточками. И отдельно еще подсоединять к принтеру. То есть это уже затратная часть для частного предпринимателя. Также в ЗАПО не сказано о том, что вы можете ставить бывшие в использовании кассовые аппараты, которые внесены в реестр этих кассовых аппаратов. Естественно, бывшие в использовании они будут дешевле. Но этот кассовый аппарат вы покупаете у каких-то фирм, которые уже пользуются этим кассовым аппаратом. Главное, чтобы были документы обязательно на приобретение этого кассового аппарата. А сервисная служба уже делает перепрограммирование, перепрошивание. Это дополнительные деньги. Это тоже все дополнительные деньги. По поводу внедрения кассовых аппаратов. Вот взяли сейчас по поводу Кранта, сказали, вчера нам тоже рассказали о том, что в Польше, например, для частных предпринимателей у них тоже есть кассовые аппараты. Но им дали вилку. Ну, например, тот же объем у нас, например, миллион по второй группе, объем по выручке единого наука. Например, если достигает частный предприниматель там 500 тысяч, ты обязан поставить уже кассовый аппарат. То есть они внедряли потихонечку эти кассовые аппараты. У тебя большой объем? Да, ставь, пожалуйста, кассовый аппарат. Если ты мелкий частный предприниматель, ну, и работай себе дальше. Как вариант... А цена от чего начинается? В Польше? Нет, у нас. У нас. Вот эта карта, где-то 260 долларов, 6300 гривен. То есть это цена, которая идет, конечно, без потребителей. Но, я опять же сказал, если, мы же прекрасно понимаем, если будет оптовая закупка производителя, естественно, эта цена будет ниже, заметно ниже. Поэтому это очень важный момент. Можно следующий вопрос? Вы говорите, по Украине 4 миллиона предпринимателей, да, такое количество? Ну, да. Примерно. Есть ли у вас плохие прогнозы? В случае, если эта норма будет утверждена и введена, сколько уйдет в тень, сколько закроется? Вот примерно есть такие цифры или нет? Ну, смотрите, яркий пример. Есть магазинчик один на станочном киоске. Я как-то осознаю, где он находится. Я периодически там бываю. Магазинчик торгует лакирово-молочными изделиями. У них стоит кассовый аппарат. Но я ни разу не видел, чтобы они выбивали этот чек. То есть, таким образом, бизнес уходит в необходимости контроля этих платных затрат. Если бизнес не может себе позволить кассовый аппарат, он, скорее всего, будет договариваться с кем-то, кто будет его крышевать. Ну, давайте говорить прямо как есть. Поэтому тот, кто может поставить себе, позволить кассовый аппарат, готов нанять бухгалтера и ввести дополнительный учет. И готов брать на себя такую ответственность. Конечно же, он ставит и работает с этим. Есть люди, которые, ну, всегда есть процент людей, которые, в принципе, нарушают закон, не особо в этом задумываются. Но мы предполагаем, что введение кассового аппарата может дать эффект приблизительно минимум 30% бизнеса, который будет обходить эту норму. 30% от существующего? Приблизительно, да. Это оценка по введению налогового кодекса, когда ввели новый, вернее, первый мы выйдем в 2010 году, то с 1 января у нас за первый квартал количество бизнеса, которое закрылось, либо перешло на нулевые отчеты, было 30%. То есть любые вот такие серьезные потрясения, они приводят к тому, что бизнес пытается уйти из вот этого колбака дополнительного, чтобы, во-первых, посмотреть со стороны, как это будет происходить, во-вторых, вообще попытаться сократить свои издержки. И в результате, как это на налогоочислениях отразится? Конечно, на налогоочислениях. Примерный процент вы не проситывали, да? Примерно, у меня статистика есть по единому налогу на третьей группе, она есть, но я сейчас не помню. Дело в том, что бизнес минимизирует свои издержки путем уменьшения налогов, это понятно. Он не может одномоментно повысить цену на товар, потому что он потеряет покупателя, тогда к нему просто никто не придет. Поэтому он ужимается в других сферах. В первую очередь, это налоги, потому что бизнес считает, что государство берет налоги на налоги с ним не совсем честно, в первую очередь, потому что он не видит, куда эти налоги идут на самом деле. Ну честно давайте, у нас дороги не такие уж хорошие, чтобы утверждать, что туда пошли мои налоги. То же самое касается там качества образования, вывоз мусор. Налоговая реформа, да? Да, да, вот это все. Поэтому бизнес, в первую очередь, пытается ужаться там, где он не видит продукта, который получает за эти деньги. Когда бизнес платит налоги, он должен получить продукт, в виде чего? Это инфраструктура, это государство с человеческим лицом, это бизнес, среда комфортная и так далее. Если этого нет, он понимает, что налоги он платит зря, даже подсознательно. Поэтому бизнес, в первую очередь, пытается сэкономить за счет налогов. Если он поставит кассовые аппараты, он будет думать, как сэкономить за счет налогов ту сумму, которую он потратил на кассовые аппараты. То есть, если подвести итог вышесказанного, предприниматели уходят в тень, налоговые отчисления уменьшаются и для покупателя увеличивается стоимость продукции. Да, постепенно, конечно же, эта затрата ложится на товар. Она не сразу выскочит, но постепенно она поднимется. Если государство готово дать, есть интересное предложение, которое было высказано еще два месяца назад. Первая норма – это добровольное введение кассовых аппаратов. То есть, люди, которые могут себе позволить, могут поставить. Но люди что-то должны получить взамен. То есть, какую-то выгоду. Реально, это бизнес, он считает свои деньги. Бонус или льготу, да? Бонус либо льготу. Ну, льготу – вопрос такой спорный, но бонус он должен получить какой-то. Как вариант, например, предложить бизнесу всю выручку, проведенную через кассовый аппарат, облагать пониженной ставкой единого народа. Не 4%, а, например, 2%. Или еще более кардинальный – 1%. Бизнес посчитает, что ему это выгодно. И он начнет показывать обороты через кассовый аппарат. Причем он станет большую часть своих оборотов, которые сейчас теневые, показывать выручкой через кассовый аппарат. Дать на это людям переходный период, пока страна не вылезет из ямы. Например, год, полтора, может быть, даже два. Но мы формируем культуру использования кассовых аппаратов. Бизнес потихоньку выводит свои обороты из тени. И параллельно еще нужно заниматься разъяснительной компанией со стороны государства. Необходимо формировать культуру покупателей, брать чеки. Потому что есть страны, в которых, например, мне рассказывали в Италии, человек купил на распродаже товар, вышел из супермаркета, к нему подошел полицейский, попросил предъявить чек на купленный товар. То, что он не украл. Я был сам в шоке, что он не украден, он был куплен легально. То есть во всех странах многие регуляторные функции выполняет непосредственно сам покупатель. Например, в Соединенных Штатах. Если бабушка купит некачественный Биг Мак, то она МакДональдс загоняет по судам. МакДональдс потратит кучу денег на то, чтобы судиться с этой бабушкой. Бабушка еще на этом денег заработает. Поэтому многие нюансы там переложены на государство, вернее на общество, которое является активным. Государство должно контролировать только безопасность товаров и продуктов для населения, те, которые производятся. Все остальные вопросы регуляторки должно само общество регулировать. Если мне не нравится там какая-то услуга, я должен сам добиваться, чтобы она была качественная. Либо идти покупать в другую область. Если я купил товар, я должен приучить себя брать чек. Вот мы за парковки платим, понятно дело, непонятно, куда эти деньги идут. Если я вижу, что... Непонятно, кто их берет. Непонятно, куда эти деньги идут. Поэтому я не плачу за парковки. В принципе, ально все. Пока не будут установлены паркоматы. Кстати, там предусмотрена у нас моратория по поводу кассовых аппаратов, что если честное предприниматель до 1 июля поставит кассовый аппарат, он попадается на полтора года под мораторию, что у него не будут проводить проверки. Хорошая косточка для бизнеса, очень, но это косточка. Да, фактически полтора года к тебе не будут приходить по кассовому аппарату делать проверку. Но есть еще фактичные проверки, есть еще документальные проверки. И все забывают о том, что спустя эти полтора года по мораторию приходит 2018 год, 2017 год, когда к тебе приходит науковое уведомление о том, что у тебя документальная проверка за вот это приливает, когда это был мораторий. И тогда тебя, естественно, проверят уже по поводу прогресса. И все штрафы все равно не заплатишь. Да, я проверять не буду два года, но потом все равно возьму покупку. Предлагаю завершающий вопрос. Репресс. Я все-таки не поняла посреднические услуги. С товаром там более-менее понятно, да, купил-пробил. Если я занимаюсь шиво-бизнесом, это я буду совершенно не могу вообще понять. С 1 июля ввод кассовых аппаратов. Для третьей группы единщика. Что такое кассовый аппарат? Это операция с наличностью. Если вы берете наличность в руки, вы обязаны поставить кассовый аппарат. Если бы говорил по поводу терминала, который отсчитывает карточку, то в законе о кассовых аппаратах там четко прописано, что этот терминал идет в связке с кассовым аппаратом. Если я все расчеты произношу, то есть это участие? Если у вас юридичного сова или честного предпринимателя оплачивает на расчетный счет, вы не попадаете в под установку кассового аппарата. По-моему, все доступно. С 1 января вводятся кассовые аппараты для второй группы, кроме тех, которые торгуют на рынке. У них договор с рынком. И тех, которых передвижная торговля. Эти не попадают под кассовый аппарат. Сейчас тенденция. Я общалась с Дзержинской и Киевской налоговой. Тенденция идет какая-то. Все, которые были на третьей группе, срочно начали переходить на вторую группу. А те, которые на второй группе начали быстренько делать договора, они с рынком. Все. Люди начинают искать, как выйти из этой ситуации. Спасибо большое за столь особое разъяснение.